Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы разберем сразу несколько важных игровых тем и новостей, которые объединены единой глобальной мегатемой — Steam. Изучим годовой отчет Valve и посмотрим на интересные циферки, поговорим о числе игр в Steam, о самой дорогой игре, о том, сколько стоят вообще все игры там разом, о человеке, который купил больше всего игр на площадке, о возможности запуска Steam на Xbox и о сложностях Valve на китайском рынке. Запасайтесь вкусняшками и погнали разбираться! Valve несколько дней назад опубликовала свою традиционную статистику по Steam за прошедший год. И цифры там очень и очень хорошие. За 2020-й платформа поставила сразу несколько рекордов. Смотрите, среднемесячная аудитория пробила отметку в 120 миллионов человек. Напомню, что еще три года назад аналитики говорили, что Steam прямо вот достиг своего потолка и что 100 миллионов он никогда не пробьет. Точнее, пользователей не пробьют. Понятно, что ситуация в мире дает о себе знать, но уже точно ясно, что 100 лямов — никакой не предел. Если что, два года назад средний ежемесячный онлайн был 90 миллионов пользователей. Ну и просто вот для справочки, общее число зарегистрированных аккаунтов Steam еще в 2019 году перевалило за миллиард. Дальше. Средняя ежедневная аудитория выросла почти до 63 миллионов. Год назад было около 50. А максимальный пик онлайна вот всей площадки в 2020 году — 24,8 миллиона игроков. Год назад было менее 20 миллионов. Приток новых покупателей составил 2,6 миллиона в месяц. Плюс на 21,4% выросло число проданных на площадке игр. И вот совсем уж невероятная цифра — это время, проведенное геймерами внутри игр, увеличилось более чем на 50%. Понятно, почему так. Люди сидят дома и играют, но вот прирост на 50% проведенного в играх времени — это прям супермощный показатель, вот какое развлечение люди выбирают чаще всего. Что еще из интересного? Продажи VR-игр подскочили сразу на 32%. При этом это без учета Half-Life Alyx. Если посчитать ее, то продажи выросли еще больше, то есть на 39%. И с одной стороны можно порадоваться за VR, который все хоронят. А с другой — больших интересных проектов там все равно выходит пока немного. По сути, ключевой рост за год обеспечили именно Alyx и Boonworks. Еще забавная статистика касается геймпадов. Чем дальше, тем больше игроков начинают ими пользоваться. В прошлом году на геймпадах рулили в разные игры там 31,8 миллиона геймеров. А в этом году уже 46,6 миллионов. Дальше идут там всевозможные данные про успехи фестивалей, распродажи и прочие мелочи, которые, думаю, озвучивать не стоит. Там везде видно, что Steam в этом году чувствует себя вот прям настолько хорошо, что прям вах. Поэтому давайте закончим с отчетом Valve и просто расскажу несколько вещей, которых в отчете не было, но которые, думаю, многим интересно будет узнать, чтобы вот проникнуться мощью Steam. Во-первых, сколько всего в Steam игр? Если не знаете, то вот прямо сейчас попробуйте угадать число в голове. И если в итоге вообще не попадете и не расстраивайтесь, потому что я этот вопрос время от времени задаю людям, которые работают в геймдеве, и они иногда очень сильно ошибаются. Некоторые думают, что всего несколько тысяч, кто-то считает, что давно больше ста тысяч. В общем, разброс мнений бывает огромным, и это вот у людей, которые, по идее, ну, должны быть в теме. Загадали число? Так вот, в Steam сейчас около 44 тысяч проектов. То есть это и игры, и софт, и вот то, что там осталось еще от фильмов. Прям вот идеально точно посчитать, сколько именно игр, чуть сложнее, но почти точно больше 40 тысяч. Год назад точно было больше 30 тысяч, а за 20-й год набежало еще 10 с хвостиком. Разумеется, большинство из этого это, всевозможный, никому не нужный трэш, но вот цифра именно такая. А теперь следующая угадайка. Вот сколько, на ваш взгляд, стоят все-все-все-все-все игры в Steam разом? То, где жить в голове, что на площадке много бесплатных проектов. Прикинули цифру? Теперь вот сравнивайте с реальностью. Цена всех тайтлов около 600 тысяч долларов. Если быть точным, то вот на момент, когда я чекал статистику, было 578 тысяч без скидок и около 563 тысяч со скидками. Если что, раньше существовал такой веселый сайт BuyAllOfSteam. Он мониторил статистику по всем играм, забирая данные напрямую из API-площадки. Потом вэлф часть данных на сторону отдавать перестали, и в 2014 году этот чудесный сайт свою работу прекратил. Но потом энтузиасты запустили другой сайт SteamSevong.me. Он опирается уже не на 100% данные, но вроде бы считает тоже достаточно точно. И, кстати, иногда некоторые русскоязычные новостные сайты берут с него стату, переводят доллары в рубли и пишут там, вот, смотрите, все игры в Steam можно купить там за условные 40 миллионов рублей. Не допускайте этой ошибки, потому что, правильно, есть региональные цены. На деле в рублях должно получиться сильно дешевле, но вот сайты, которые бы трэщил именно рублевые ценники, я не знаю. Если вдруг вам такие попадались, пожалуйста, напишите в комментариях. И давайте для красивого счета сыграем еще в одну угадайку. Вот сколько, с вашей точки зрения, стоит самая дорогая игра в Steam? Пока не загадывайте, потому что, смотрите, есть какой момент. Есть цены на отдельные игры, а есть цены на игры со всеми дополнениями. И понятно, что с дополнениями может набегать намного больший ценник. Поэтому загадайте сразу две цифры. Одну для стоимости вот одного самостоятельного проекта, а другую для самой дорогой игры вот со всеми прибамбасами. Разумеется, только из Steam. Загадали? А теперь сравниваем с реальностью. Самая дорогая отдельная игра, которую я нашел, дороже вроде бы ничего нет, это Ascent Free Roaming VR Experience. Она стоит 70 500 рублей. И вот можно было бы сказать, что разработчики вообще кукухой поехали. На деле не совсем. Это VR проект для использования в игровых VR залах. То есть игра, по сути, такое. B2B предложение. Предполагается, что ее будут покупать люди, которые потом будут на ней уже сами зарабатывать неплохие деньги. Единственное, не очень понятно, зачем выкатывать это дело в Steam. Такие проекты обычно предлагаются под ключ, вне всяких площадок. Единственное предложение, авторы сделали это для рекламы. В духе там, кто-то начнет смотреть стоимость игр, увидит их дорогущий тайтл и как-то заинтересуется. Я вот заинтересовался, и теперь вы про эту игру знаете. То есть если план разработчика был вот именно такой, то он в каком-то виде сработал. Так, а теперь загадывайте, сколько стоит самый дорогой игровой пак. То есть игра со всеми-всеми-всеми дополнениями к ней. Если что, помните, что дополнение в Steam это иногда просто отдельный предмет. Но если он выведен как отдельная покупка, то это рассматривается, по сути, как дополнение. Так вот. Лидер по общей сумме регулярно меняется, потому что цены на дополнение то падают, то растут, то что-то отдают за бесплатно. Но соревнуются за топ обычно ровно три игры. Это Rocks Me 2014 Edition Remastered, Fantasy Grounds и хорошо известный вот безумным количеством дополнений Train Simulator. И на текущий момент лидирует именно симулятор игры на гитаре. Там вот общая сумма сейчас более 350 тысяч рублей. Вот за все-все-все-все-все, что в него входит. Там больше 1500, по-моему, вот этих микродополнений. Жесть адская. Ну и давайте еще один интересный фактик. Простим, озвучу. Если не знали, то в Steam есть такой целый отдельный фэндом, где люди соревнуются по числу ачивок, значков, купленных игр. Так вот. Сейчас по числу купленных игр лидирует китаец под ником Sonics. У него в коллекции уже более 24 тысяч игр. И он продолжает наращивать эту базу. Еще лет у него было около 23 тысяч. То есть вот за несколько месяцев он еще тысячу набрал и продолжает удерживать топ. Но к нему там многие уже подбираются. И кто-то из России, кажется, там тоже есть. Такие дела. Кстати, если любите копаться в Steam, накидайте еще каких-нибудь интересных фактов. Я запросто могу чего-то не знать. Так мне будет намного интереснее читать комменты. А сейчас небольшая рекламная интеграция онлайн-школы XYZ. 1 февраля у ребят стартует цикл Draft Punk, посвященный трехмерному моделированию для игр и кино. За 6 месяцев вас проведут через весь цикл создания 3D-персонажей. Вы изучите, как собирать и правильно работать с референсами, и какие бывают виды пайплайнов. А освоите создание развертки, хай-поли и лоу-поли моделей, запекание и текстурирование. По итогам обучения у вас будут не только навыки для устройства в игровую студию джуниором, но и небольшое портфолио, которое можно будет показывать заказчикам. Обучение плотное, так что заранее освобождайте время для выполнения большого числа домашних заданий, на их разбор и исправление ошибок. За 6 месяцев можно действительно круто прокачаться, но сил придется вложить порядочно. Ведут курсы практикующие 3D-моделеры, работавшие над World of Tanks, над Escape from Tarkov, над Blitzkrieg, над War Thunder и многими другими играми. Важный момент. Курс подходит для новичков, но вам как минимум надо знать интерфейсы основных программ, в которых будете работать. То есть хотя бы базовые навыки в Maya, Blender, Photoshop и Substance Painter надо иметь. Если вы совсем нулевой, то на сайте школы можете пройти бесплатные курсы, которые как раз введут вас в курс дела. Записаться на цикл можно по ссылочке в описании, там же можно изучить бесплатные циклы и более подробно посмотреть, как устроено обучение. Плюс следите за скидками, они периодически бывают. Еще раз напоминаю, что стартует цикл по 3D 1 февраля, конец рекламной интеграции и погнали дальше по основным темам. Переходим к следующей интересной и важной теме. И она тоже напрямую связана со Steam. И при этом вот как раз может негативно отразиться на площадке. Что случилось? В Китае началось тестирование региональной версии Steam. Разговоры об этом шли давно. Понятно было, что рано или поздно это случится. Ну и вот шестеренки завертелись. Если что, на китайском рынке очень жесткая цензура. Прорваться туда официально для абсолютно любого медийного продукта это целая история. Нужно там пройти апруву у регулятора, заиметь обязательного официального партнера. А еще есть возможные там квоты. Можно тупо вот не попасть на рынок просто из-за того, что все места уже заняты. Или госпарад не успевает рассматривать именно вот вашу заявку. Но все рвутся. Разумеется, не только игры, но и киноиндустрия, и музыкальная. В общем все. Потому что китайский рынок огромный. Отсюда и лютая самоцензура в том же кино. Сейчас там целый ворок киностудий. В буквальном смысле вот снимают фильмы по принципу, чтобы понравиться китайцам. А на остальной мир вообще пофиг. Про недавние скандалы с Муланом и Монстер Хантером, я думаю, все слышали. Так вот, играм в целом проще, конечно, чем кино. Потому что в кинотеатры на них никто не ходит. И можно там худо-бедно выживать в серой зоне. Стим именно вот по этому принципу и жил долгие годы. Там вроде как нельзя. Но на деле миллионы игроков из Китая спокойно все себе скачивали и играли. И серьезный рост цифр Стима из годового отчета, который я вот до этого разбирал. Во многом обеспечили именно китайские геймеры. Хотя Valve напрямую про это, конечно, нигде и никогда не скажет. Но на деле это так. Но теперь в Китае запускаются официальные китайские Стимы. И вот по опыту других площадок аналитики уже строят прогнозы, что международную версию Стим Китай начнет из себя выдавливать. Буча сейчас гремит по двум направлениям. Потому что, с одной стороны, очень недовольны китайские игроки. Они опасаются, что все, что они напокупали в обычном Стиме, у них отнимут и заблокируют. И да, это очень вероятный исход. А с другой стороны, сильно разволновались разработчики. Потому что многие высказывают мнение, что Лафа закончилась, и что пробиться на рынок Поднебесный теперь будет практически невозможно. Особенно инди-проектам. Что тут можно сказать? Ну, как бы, да, скорее всего, именно это и произойдет. Разумеется, не сразу. Потому что на полную блокировку понадобится какое-то время. Аналитики там говорят о двух-трех годах. Но все равно. Обходными путями, конечно, кто-то будет сидеть в международной Стиме. Но глобально игроков будут перетаскивать в региональную версию. И не удивляйтесь, если общая статистика Стима в ближайшие 2-3 года немножечко просядет или будет расти не так быстро, как раньше. Потому что, с одной стороны, когда уж официальную версию в Китае запустят, туда ломанется все-таки побольше народу, чем было до этого. Но игр там будет мало, потому что их все надо опрубить. И играть в целом люди будут меньше. Ну, в смысле, те китайцы, которые сейчас играют в международную версию. Так что, палочка о двух концах. А теперь еще одна тема, точнее не тема, а пока только слух. Якобы следующая версия Xbox, причем непонятно, следующее поколение или просто какая-то промежуточная версия, будет работать в двух режимах. Как привычный всем Xbox и в режиме Windows Mode, в котором будет доступна установка игр со сторонних площадок. Ну, например, CGS или Steam как раз. Это, если что, пока совершенно непроверенный, никем не подтвержденный, просто слух, который расползся по интернету. И принципиально тут важны две вещи. Первое. Технически реализовать такую систему относительно просто. Xbox и так работает на урезанной винде, поэтому установить туда либо полную, либо более полную, чем сейчас, форточку не проблема. И запускать Steam и EGS, соответственно, тоже. А следующая вещь, концептуальная. Совершить такой шаг Microsoft может, ну, в условных трех случаях. Случай первый. У Xbox становится все настолько плохо, что руководство Microsoft люто давит на Фила Спенсера, требует предпринять что-то невероятное, чтобы игроки повалили толпами. Фил идет вабанк и решает подстегнуть продажи консолей, полностью объединив Xbox и ПК. Точнее, превратив Xbox в ПК. Вариант почти невероятный. У Майка все хорошо с геймпассом. Превращать Xbox в ПК при условии, что вот пока продажи каждой консоли идут в минус, и компания зарабатывает большие суммы не только там на своих играх, но и на проценте с продаж игр других разработчиков, коммерчески это очень странное решение. Вариант второй. Microsoft удается договориться с площадками типа Steam и EGS, и продажи там идут не напрямую, а через какую-нибудь такую надстроечку Xbox. И за каждую проданную копию игры площадка отчисляет что-то Microsoft. Этот вариант уже не такой невероятный, потому что прецеденты есть. С теми же электрониками договориться удалось. И одна экосистема внутри другой — это вариант вполне себе рабочий. Но тут важно, чтобы это было интересно владельцам других площадок. Понятно, почему это интересно электроникам, и им свой Origin превратить в новый Steam не удалось. А вот нужно ли такое Valve — очень большой вопрос. У них и так все отлично. Но в любом случае этот вариант в голове держим, потому что сейчас интеграция экосистем в экосистемы идет полным ходом. Это, можно сказать, такой локальный тренд последних лет. Там кто-то воюет и не пущает, а кто-то договаривается, и процесс в целом идет. И, наконец, третий вариант развития событий, который очень часто обсуждают в интернете — это когда игровые ПК-площадки приходят на Xbox, но купить в них можно только те игры, которые официально на платформе Microsoft не выходят. Ну, в смысле, которые официально не выходили через магазин Xbox. И многие считают, что вот это вот самый вероятный вариант развития событий. На деле, мне кажется, что как раз нет, потому что коммерчески эта история получается очень сложной. Сторонним разработчикам придется каким-то макаром решать, где релизится — в условном консольном Steam или напрямую в магазине консоли. А если через Steam, то что, надо больше отчислять? Там, сразу Valve и Microsoft? А если выпустить сразу две версии игры, чтобы работало и там, и там, и можно было сравнить продажи, то как в этом случае поступать? И вот таких вот «если, если, если, если» набегает огромное количество. И их слишком много, чтобы вот такую систему можно было бы сделать простой, прозрачной для всех, а главное, интересной для большинства разработчиков. Так что я не сомневаюсь, что интеграция одних игровых площадок в другие будет потихонечку развиваться, но происходить это, скорее всего, будет только там, где компании смогут и, главное, захотят договориться. А это уже в случае с гигантами может занимать долгие годы. И, конечно, там, где будут договариваться, вопрос будет в первую очередь в коммерческой выгоде. Условно там придумает Microsoft какую-нибудь крутую схему, как можно запартнериться именно с Valve, так, чтобы и одни, и другие заработали больше денег. И они придут к Valve, предложат, и, возможно, Гейб согласится. А может быть и нет, потому что внезапно Valve не публичная компания, и там реально все может быть завязано на банальном «не хочу с ними сотрудничать» всего одного человека, ну, то есть Гейба. Никакие инвесторы со своими аргументами там «но надо больше денег» на Valve не влияют. Это, кстати, многие не учитывают, а это важно. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать Steam. Пишите, какие интересные факты про площадку знаете, это не обязательно могут быть какие-то там цифры, можно писать и про необычные события, и какие-то смешные курьезы. В общем, все, о чем интересно узнать. И отдельно рассказывайте, что думаете про Steam на консолях. Возможно ли это вообще с вашей точки зрения, и в каком случае. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, это помогает развитию канала. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok